Я залишился, в рамки приехала машина, пьё, и мы приехали на работу. При гоносексуальности, насколько я понимаю, два партнера, активные, пассивные. При гоносексуальности, насколько я могу рассказать, но я хочу сразу сказать, что это было незвичайно, если я так сказать, я так бы ориентуюсь в этих вопросах, потому что я же понимаю, это был незвичайный связок, где есть активный и пассивный. Если брать по этим параметрам, то, конечно, я выступал как пассивный. Но, если ты вообще выходил из рамки, то я ему сказал, что ты не то делаешь. Если я даже и согласился на твои вот эти условия, то только через то, что ты там что-то мне по работе взял в рамку и тому подобное. Но это не означает, что ты можешь со мной делать все, что хочешь. Такого не было. Значит, вот эта связь между вами, которая началась после этого разговора, регулярно она поддерживалась, не важно. Значит, я могу сказать, как это обстояло. Я, конечно, постоянно отмолялся. Я живу товарища, потому что квартира ремонтировалась, значит, живу товарища Турканя Анатолия Александровича. И он также может сказать, что три часа ночи звонит по телефону, говорит, Лех, приезжай, потому что я не могу. И мне доводится вставать из постели, брать такси три часа ночи, ехать на борщах оку и тому подобное. То у него постели нет, значит, я ему свою постель привожу. То ни ножа, ни вилки нет, потому что когда он разошел, у него вообще ничего в квартире не было. Я ему все привожу. То есть, значит, и все остальное. Все вопросы решаю я. У каждого такого встречи, как из встречи этих, в половую связь вступает? Ну, Олег Валентинович, как разуметь половую связь? Я же уже сказал, что. Как разуметь? Если сказать, давай, что так вы можете в этот кинокарте, в видеокарте, я могу сказать, який был именно связок, в половую связь? То есть, в чем вважаюсь? А, это нужно, да? Ну, и если это нужно, значит, то я могу сказать, вступить со мной в половую связь? Ну, ну, так бы, ну, как это сказать? Сейчас я подумаю, что это толерантно звучало, потому что в каждом деле должна быть толерантность. Значит, намагался, намагался, но, как я уже сказал, я ему этого не дозволял. Он намагался вступить со мной в связок через анальный отверг. Я ему этого категорично не дозволял и в таком случае заявляв, что, Боря, ты, батьте, соби дозволяешь. То есть, было все другое, но не было этого момента, что я сказал. Все другое было, если вы считаете это плохое связь, то это было. Месяц 5-6, пів года там, я сейчас не могу помнить. Где-то пів года. Но это было стабильно, стабильно. Он, я вам скажу, отверто, не в обеду ему будет сказано, но он, конечно, сексуальный маньяк. Если вы понимаете в таком случае, что каждый Божий день звонки, звонки, звонки. Я вам хочу сказать еще такие подробности, что он, даже когда он летал за кордон, или еще куда-то, он звонил мне. Из Швейцарии звонил, значит, летал и с Крабчуком, в Швейцарии, в Давос, на, я не знаю, там, форум, який-то был. Из Швейцарии звонил, в Москву на переговоры летал, из Москвы звонил, еще куда-то летал. Постально звонил. То есть, каждый день звонил. Звонил, не считаю того, что на работе, по полдня сидел у меня в кабинете. Способом? Ну, я уже сказал, значит, то, что я ему не дозволял, а это решта. Я думаю, что это решило, там, так вы можете, если вы его сказали, то он дрочил, значит, извините меня. А он не был. Да, да. Другие там моменты были. Врод брал, извините меня, мы дальше. Ну, то есть, такие подробности. То есть, он брал в рот вашего обычаи? Да, как будто. Да, но я же. Не я же. Ясно. Значит, это происходило до момента вашего задержания, 21 июня? Да. Да.